решил снять видеоролик по ремонту кресла компьютерного вдруг кому-то будет полезно значит куплено было кресло компьютерное игровое геймерское для сына сын весит ну примерно 80 килограмм и спустя некоторое время я бы сказал весьма непродолжительное начались с ним проблемы первая проблема это собственно тот газлифт начал проваливаться внутрь своего основания вот этот пятилучие вышел я из этого положения что сделал супер клеем супер клей использовал космофен с содой соответственно взял и приклеил этот газ лифт намертво к основанию держится крепко клей хорош проверенный вот здесь вот останется подкрасить тогда мне некогда было еще не знал результата черной красочкой чтобы было красиво соответственно проблема была в том что газлифт проваливался и упирался в пол вот при больно также можно также можно заметить вот здесь вот в этом основании пятилучие трещины были я также их склеил космофеном секундным клеем с добавлением соды пищевой получается такая крепкая очень консистенция подобно пластику или камнем вот теперь значит основание приклеена намертво газлифту следующая проблема не заставился долго ждать спустя некоторое время отломалась значит основание колеса вот так вот она отломалась сейчас я покажу фокус изнутри вот видно я тоже приклеил на космофен вот изнутри чуть добавил тоже местах трещин соды также заметил трещины и на других уже начинает появляться трещинки на других ответвлениях вот этот пятилучие соответственно если нет не вот это сломалась потом сломалась вот это другой стороны сейчас покажу как это выглядит вот видно трещина так фокус вот на трещина она склеена вот кончик отломался полностью вот видно как как прошла трещина точнее уже не трещина излом потому что полностью отломана ну соответственно попробую отремонтировать кресло не дешевое там порядка 12 тысяч рублей сейчас я вставлю небольшую ставочку покажу какое оно в сборе и какая фирма этого кресла кресло фирмы бюрократ викинг аэромодель называется недорогое кресло но не дешевая более 10 тысяч стоит она эксплуатируется на коврике чтобы не повредить ламинат такое кресло которое потребовало ремонта кстати использовался но по назначению я бы не сказал что какие-то сверх массы применялись к нему нет цены говорю повторюсь 80 килограмм весит примерно и вот процессе использования такая получилась беда также вот у друзей тоже кресло такое же и такая же проблема может быть это нам так не повезло не буду говорить за производителя может напишет кто-то еще у кого-то такие проблемы с данной фирмой простой склейки естественно недостаточно для того чтобы это все держалось хоть и космофен хороший клей но этого явно недостаточно поэтому необходимо данную конструкцию усилить и также соответственно усилить и остальные вот эти вот петелучие ответвления здесь фрезой бормашинкой такой вот использовать еще что-то я сделал насечки для того чтобы лучше склеилось вот это все пустоту я буду пустоты точнее буду заполнять эпоксидным клеем соответственно также надо это все дело армировать потому что просто эпоксидный клей не будет так хорошо держаться и тоже может сломаться вот и вот эти насечки сделан для того чтобы лучше цеплялся изготовил я вот такие вот усилительные планки из полосы толщиной 4 даже 5 миллиметров нарезал здесь по шаблону резьбу просверлил отверстие нарезала лигу и вкрутил такие вот болтики винтики не нужны вот они здесь умеют уширение соответственно они эпоксидки я залью эти пустоты эпоксидки больше чем до половины вот и сюда значит утоплю вот эту планку ну и сверху еще клеем так замажу вот а чтобы не пачкать само основание я значит здесь оклею малярным скотчем и малярный скотч выпущу но позже покажу чтобы соответственно клей не пролился куда не надо и не залил вот таким образом все будет выглядит в итоге еще конечно так где у нас трещина вот ножка уже которая отломалась гарантированный результат будет если взять металлическую такую планку или можно взять профильную трубу здесь на 30 на 30 выпилить одну грань и сверху сюда наложить и закрутить уже саморезами это будет уже вообще капитально не хочется портить внешний вид поэтому пока попробую так если уж сломается тогда буду делать конкретно здесь то уже выдержит потому что здесь излома не было с усилением то есть уже будет нормально вот здесь конечно вопрос но надеюсь все будет хорошо таким образом я создал шероховатость для обеспечения лучшей адгезии здесь вот я не работал фрезой дремеля соответственно там гладкой поверхности а здесь шершавая и клей приклеится хорошо также я сделал на всех пяти фрезу и обработал и теперь заведу клей клей буду использовать эпоксидный но не эдп а другого плана который быстро стынет и схватывается предварительно конечно клею здесь вот скотчем вот так и залил все эпоксидной теперь жду когда она затвердеет на быстрого утвердения поэтому через пару часиков можно будет снимать скотч немножко обработать и можно закрасить черным цветом ради эстетики а можно оставить и так все пять лучей залил эпоксидкой с армирующей вот этой вот вставкой и так прошли сутки смола эпоксидный клей полностью полимеризовался у меня уже как я говорил был быстродействующий ставлю теперь на место колесики и собираю кресла настало время проверить результаты ремонта вот поврежденные луч склеенный как видно все держится и остальные лучи прошла неделя активного использования и как видно этот ремонт вполне имеет место быть таким способом отремонтировать данное основание компьютерного кресла игрового конечно хорошо это сделать сразу чтобы не доводить до этого проклеить сразу с армированием вот металлический металлом чтобы она не треснул будет еще прочнее ну и сама даже пятилучие посадить на клей чтобы не было трещины и она не просаживалась и газлифт не опускался не упирался в основании в пол точнее ремонт можно считать успешным вот единственное что еще расскажу обязательно необходимо делать насечки внутри в полости вот это вот обязательно надо как следует там обработать фрезой там бормашинкой или дрелью чтобы клей в данном случае вот эпоксидный клей очень хорошо приклеился адгезию повысить и вот тоже вот эти верхние части тоже необходимо зашкурить то есть сделать шершавую поверхность внутри полостей и тогда клей хорошо приклеится и будет держать я это сделал у меня получилось все с первого раза вот через покажу сломанную ножку все тут даже намеку нет что она начала трескаться расходиться смолы потребовалось где-то около наверно 250 граммов может быть чуть побольше чтобы залить полностью все ножки надеюсь еще это кресло прослужит неделю уже она отслужила все здорово так где-то сейчас наклейку найду этого кресла покажу что это было так вот наклеечка задней стороны кресло фокус фирмы бюрократ не буду утверждать что повреждение это вызвано браком каким-то или еще чем-то но хочу сказать что вот у друга моего сына такая же беда произошла именно не очень крепкая вот это вот пятилучие на этом все буду рад если кому-то поможет этот видеоролик в решении подобной проблемы пишите комментарии у кого такое же вдруг случилось и как он вышел из этого положения